МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СДАВАТЬ СЕМЬЮ в пятницу 13-е. Быть аккуратными с огнем. В выходные призывают жители-спасатели края. На Алтае прогнозируют высокую пожароопасность. Особенно острая ситуация может быть в западных районах региона с 13 по 16 июля. Из-за высоких температур возможен рост числа бытовых, лесных и степных пожаров, а также происшествий на воде. Поэтому важно в такую погоду не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры и не бросать непотушенные спички и сигареты. В случае, если вы стали свидетелем пожара, звоните 101. Продолжим. К нам в редакцию обратились жители Барнаула. По их мнению, некоторые дороги, что этим летом ремонтируют, строители бросили на половине пути. В частности, несколько дней назад бригада ушла с улицы Горького, оставив после себя явные недоделки. Наша съемочная группа решила выяснить, так ли это. Улица Горького. Не самая оживленная магистраль краевой столицы, но о том, что ей уже давно требовался ремонт, автомобилисты говорили неоднократно. Этим летом проезжая часть попала в список объектов, которые ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Вот только о безопасности и качестве здесь говорить пока не приходится. Согласно нормам ГОСТа, высота между старым асфальтовым покрытием и выравнивающим слоем должна быть не более 5 сантиметров. На этом перекрестке она ровно 9, что бесспорно на нарушение. Дмитрий Симоненко, представитель Дорожного комитета Барнаула, с замечаниями согласен. Говорит, в ближайшее время подрядчик сгладит все углы, и перекресток будет похож на этот. Хотя и он далеко не образец. Автомобили с маленьким дорожным просветом едва не царапают бамперы. Но неудобства временные успокаивают чиновники. Ведь работы на улице Горького выполнены на 50%. Почему нельзя сделать сразу все? Вот зашли на объекты от начала и до конца. Потому что есть определенная технология производства работ. То есть вначале у нас выполняется фрезерование покрытия дорожного, дальше устраивается выравнивающий слой, дальше ведутся работы по регулированию высотного положения крышек люков, колодцев. И дальше устраивается уже верхний слой покрытия. Оказывается, проблема в том, что все это делают разные бригады. Поочередно меняются объектами и не всегда успевают друг за другом. На сегодняшний день в Барнауле ведут работы на 33 участках. И лишь один полностью сдан в эксплуатацию. Это улица Панфиловцев. По-вашему, насколько качественно этим летом идет ремонт дорог? Есть какие-то нарекания? Да пока нареканий нету. Ну быстрее бы сделали. Новые дороги нормальные. Но единственное, что колодцев много на дорогах, это вообще не знаю. В целом барнаульские автомобилисты ремонтом дорог довольны. Нет особых нареканий у представителей Общероссийского народного фронта, которые регулярно выезжают на объекты. Говорят, подрядчики оперативны и совершенно адекватно реагируют на замечания. Например, сегодня общественники обнаружили нарушения на проспекте Социалистическом. Жалуются пешеходы на что? Здесь установлен бордюрный камень с завышенной высотой. То есть его необходимо понизить. Он должен быть на уровне асфальта, да? Да, он должен быть на уровне асфальта. То есть сделается как пандус. Установка бордюрного камня, восстановление тротуаров и газонов – все это будет. Но позже, говорит Алексей Паженцев. По словам эксперта ОНФ, волноваться горожанам не стоит. А вот потерпеть надо. С 1 августа начнется приемка объектов. Вот тогда, по мнению специалиста, и необходимо будет ставить оценки за ремонт. Елена Кузовкина, Николай Шелком. Наши новости. К другим темам. Анатолий Нагорнов займет место ушедшего Николая Ченикова. Нового временно исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства назначил Виктор Томенко практически сразу после встречи с главой кабинета министров Дмитрием Медведевым. Распоряжение было подписано сегодня. Ранее эту должность по собственному желанию покинул Николай Чеников. Предположительно, он решил поменять сферу деятельности и начать свою работу в Москве. Анатолий Нагорнов до нового назначения занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края. Стоит ли менять политическую систему региона и как сделать работу краевых органов власти эффективнее, обсуждали в Барнауле. В пресс-центре Сибирской медиагруппы за круглым столом собрались представители политических партий, общественности и правительства региона. Разные точки зрения выслушала и наша съемочная группа. Это уже третий круглый стол, где делятся взглядами. На этот раз тема – общественно-политическая жизнь региона. И несмотря на жару за окном, высказать мнение собралось немало участников. Проанализировать вход предстоящих выборов губернатора взялся Геннадий Шейда. Напомним, избирательная кампания стартовала 12 июня. Возможностей для конкуренции, говорит, в крае все меньше. Лидеры многих региональных отделений партий отказались от участия в губернаторских выборах. У меня есть опасения, что произойдет ухудшение качества политического дизайна региона даже хуже по сравнению с 2014 годом. Где на выборах губернатора все-таки, на мой взгляд, был более высокий уровень конкуренции. Спорно и не совсем корректно считает Виталий Снесарь. Ведь наряду с выдвинутым президентом на пост главы региона Виктором Томенко есть и другие кандидаты. Тем самым, мы что, говорим о том, что Щукин был конкурентнее в 2014 году, чем нынче Семенов? Ну, вообще, это очень дискуссивный вопрос. О футболе, да? Что там самое красивое? Результат на табло. Вот мы посмотрим, мы что не знаем с вами. В регионе сейчас складывается уникальная возможность сформировать новую политику, считает общественник Константин Емешин. По его мнению, прежняя власть была закрытой от общества. Подтверждение примеры. Сформированный пул СМИ, который зависит от бюджета, и невозможность получить информацию без запроса или аккредитации, чего, к слову, и быть не должно в исполнительной власти, уверяет Емешин. Работникам бюджетных учреждений запрещено давать какую-то информацию и комментарий. Вот пишите запрос, вот Дмитрий Викторович знает, пишите запрос в пресс-службу, пресс-служба вам даст чего-то ответ. Ну, почему, если умер какой-то больной, и почему нельзя главного специалиста спросить, прокомментировать эту ситуацию, а он уже боится? Чиновники должны напрямую общаться с прессой, считают общественники. Представители власти не отрицают, возможно, и есть смысл пересмотреть структуру. Не везде нужны пресс-секретари, а многие сайты органов власти далеко не оперативны и не всегда удобны для пользователя. Сделать какую-то ревизию и посмотреть те сайты, те органы власти, которые недостаточно оперативны, но может как-то их там простимулируют. Или, например, лекарственная линия у нас на крае здравия, она фактически, по-моему, не работает. Бросать – это вообще больное, честно говоря. Вот вы мне так на мазон наступили, сами того не подозревают. Это моя незаживающая радость. А еще участники «Круглого стола» говорили о том, как снизить уровень бедности, отток населения из региона и повысить активность жителей края. Во всех общественных средах сегодня очень четко формируется запрос на обновление перерывов. Прямой и открытый диалог с людьми, с населением – это то, что действительно сегодня необходимо делать. Такие коммуникативные площадки нужны. Сошлись участники «Круглого стола». И диалог нужно расширять. Особенно важно услышать голос представителей не только городов, но и районов Алтайского края. Евгения Даровская, Алексей Фрезин. Наши новости. Трагическое происшествие в Барнауле. Рабочий упал с крыши трехэтажного дома. По данным следствия, мужчина оступился и упал на землю с крыши одного из жилых зданий на улице Бульвар 9 января. К моменту прибытия медиков и полицейских пострадавший скончался от полученных травм. По данному факту, Краевой следственный комитет начал проверку. Осмотре на место происшествия идет допрос очевидцев и свидетелей инцидента. В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить, имелись ли нарушения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ на крыше. По результатам проверки будет принято процессальное решение. Середина лета в некоторых муниципалитетах до сих пор не знают, когда и кто будет ремонтировать сельские котельные. Хотя после прошлогодней холодной зимы, богатой на порывы, аварии, отопительная система Края оказалась под пристальным вниманием региональных властей, но которые, кстати, распорядились направить в районы на реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения 650 миллионов рублей. Куда конкретно пойдут деньги и что тормозит ремонтные работы, разбиралась Анастасия Дороган. Сейчас это общежитие для голубей. Когда от здания котельной отваливается новый кирпич, птицы расширяют жилплощадь. Только они по достоинству оценили разрушение объекта в селе Самсоново. Штукатурка отваливается, кирпичи от влаги рассыпаются. Большие дыры в стенах заделывают пенопластом. С крышей сложнее, она уже просвечивает. Очень сложно работать, когда на них и капает, и льется все, и ветер гуляет. Сложная ситуация очень. Зданию больше 40 лет капремонта никогда не было. Котельная, которая обслуживает все социальные объекты села, находится на балансе района. Но латать ее, говорят чиновники, должна эксплуатирующая организация. Сейчас она по факту отсутствует. Предыдущая банкрот, будущее, чтобы приступить к ремонту, еще не вступило в свои права. Акты приема и передачи, все-все-все будут готовиться передавать. Я думаю, что на той неделе они заступят и начнут полным ходом. Конкретных сроков нет, есть график у них. Они занимаются и работают все согласно графику, который они для себя определили. При этом в администрации района затруднились назвать и сроки ремонта, и количество котельных, которому он необходим. Хотя, судя по распоряжению правительства края, это ни одна и ни две котельные. Району на эти цели направят 33 миллиона рублей. Кстати, к усаку немецкого национального района, где в январе случилась крупная коммунальная авария, и жители оставались без тепла целый месяц, выделено 5 миллионов на ремонт и оборудование и теплосетей. По словам главы села Виктора Палкина, власти обещали завершить работу до 15 сентября. А соседней Шумановке, где до аварии не дошло лишь чудом, из бюджета региона должны перечислить 12 миллионов. Всего в муниципалитеты края, напомним, направят 650 миллионов рублей. Почти треть этой суммы полагается Змейногорску для двух котельных и теплосетей. В целом в регионе планируют отремонтировать 35 объектов теплоснабжения. На многих из них даже не приступили к работам. Между тем, до начала отопительного сезона остается чуть больше двух месяцев. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. В ближайшие дни синоптики обещают, что на территории края усилится ветер, будут дожди и грозы. А между тем, в краевой столице до сих пор можно наблюдать неубранные сломанные ветви и упавшие деревья после небывалого урагана 23 июня. Ирина Корчагина выяснила, где и почему еще не устранили последствия стихии. Витви грустно склонились над могилами. Только ничего поэтичного в этом нет. Мощный ураган, который прошел несколько недель назад, чудом не повредил оградки. На первый взгляд, Власихинское кладбище не пострадало от урагана. Но если сойти с центральных аллей и пройти чуть глубже, можно увидеть упавшие ветки на оградках. К нам в редакцию обратился мужчина, который утверждает, что руководство Власихинского кладбища готово убрать деревья лишь за определенную плату. Как нам пояснили, это неправомерно. Ведь благоустройство мест захоронения закреплено за органами местного самоуправления. Это уже Змеиногорский тракт. Мощный ветер 23 июня повалил здесь сотни деревьев. А за этим пошатанным забором находится детский психоневрологический диспансер. Кстати, он как раз там дети убирают спиленные деревья. В Барнауле ураган был около трех недель назад, а здесь он как будто прошел вчера. Как нам сообщили сегодня в администрации центрального района, где по-прежнему действует режим ЧАЭС, убрать все упавшие деревья планируют до 29 июля. Тогда же завершат ремонт всех крыш, которые пострадали от урагана в поселке Затон. В районе надеются, что несмотря на прогнозы синоптиков, очередная стихия обойдет их стороной. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. В Белокурихе в ближайшее воскресенье пройдет шахматный турнир между юношескими сборными Китая и России. В Сибири соревнования под названием «Матч дружбы» состоятся впервые. От каждой страны в команде будет по две девочки и шесть мальчиков не старше 14 лет. За два дня они сыграют по две классических партии. Кстати, в сборную России попала Виктория Лоскутова, барнаульская шахматистка, обладательница Кубка России этого года среди девочек до 15 лет. Она бронзовый призер первой страны в своем возрасте. Она уже среди женщин, она заняла третье место в Сибирском федеральном округе и играла в высшей лиге чемпионата России среди женщин. Поэтому Вика, в принципе, своими стабильными, сильными выступлениями заслужила это право. И мы очень гордимся, что Вика победила. Гостями турнира станут российский гроссмейстер Никита Витюгов и китайская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира Хоуи Фань. Они сыграют между собой две партии. А 17 июля старший тренер детской сборной России Михаил Кабали будет давать сеанс одновременной игры на 50 досках для юных шахматистов Алтайского края. Напомним, что ранее встречи между детскими сборными Китая и России проводились в Пекине, Харбине, Шанхай и Петропавловске-Камчатске. Сегодня пятница 13-е. Суверные люди стараются не назначать на этот день какие-то важные встречи, дела, но уж тем более торжественные события, определяющие дальнейшую жизнь. А вот барнаульские молодожены, оказывается, наоборот, предпочитают обмениваться кольцами в мистическую дату. К примеру, сегодня свадьбу сыграли 80 пар. Согласно статистике, в краевой столице за последние три года 232 пары поженились именно в пятницу 13-е. И, вопреки примете, всего 6% из них решились официально расторгнуть отношения. По сравнению с другими днями, сегодня пар меньше. Но пары эти специально приходят, специально выбирают эти числа. Мы охотно выбрали эту дату. Нам даже прикольно от того, что мы в эту дату поженились. В суеверие мы вообще не верим. Мы специально эту дату выбрали. Да, мы задолго уже запланировали эту дату, как бы, и хотели именно в этот день. Потому что познакомились с 13-го, ну и решили свадьбу сделать с 13-го в середине лета. Ну и, кстати говоря, по наблюдениям представителей ЗАГСа, супруги, которые поженились в красивые числа, где присутствовали почти одни восьмерки и семерки, наоборот, разводятся в два раза чаще остальных. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края ожидаются дожди и грозы. Станет немного прохладнее. В Бийске и Славгороде 26, выше 0, в Белокурихе 25, 27 тепла в Рубцовске и Олейске. В Барнауле также высока вероятность дожди и гроз. Ветер юго-западный ночью до 17, днем 26 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на сегодня все. До встречи. Григорий Береснев воевал на Белорусском фронте. В 1944 году с группой из шести бойцов переплыл реку Западная Двина в Витебской области. Захватил плацдарм, уничтожив шесть вражеских солдат. Был тяжело ранен, но сражался до последнего дыхания. Звание Героя Советского Союза присуждено посмертно.